Вы сказали, что сын ушел добровольцем на СВО. Да. Я знаю, что вы его не искали, но произошла чудесная встреча. Нет, ну не то, чтобы не искал. Он мне написал, что он в той дивизии, когда я... Я когда поехал на передовую, так получилось, что я в эту дивизию мог пойти. И я, соответственно, пошел. Я не стоял себе задачу его найти. Я думал, что я буду работать с БСАМой. Если увижу его, ну, слава богу, не увижу, ну что, так и... Но ситуация будет интересная. Значит, на передовую еду уже, я там какое-то очередное подозрение. На БТР запрыгают, там у нас человек 10, ну там все в очках, там эти, знаете, голоклавы на носу, чтобы пыль же, пылюга, лето же. И вот я точно так же. И вот мы на БТР запрыгиваем, бойцы сидят, человек 10, и мы на передовую приезжаем. Дальше они уже идут в бой, все, там уже, там уже укропы перед ним. И вот, ну как, мы сначала сюда поезжаем, где-то метр, так сказать, точка эвакуации. На сушку эвакуации мы на БТР приезжаем, дальше пешком идем еще, ну, где-то метров было, там, наверное, 800. А дальше укропы. Я спрыгиваю с БТР, ну, спрыгиваю, выпрямляюсь, и боец спрыгивает, выпрямляется, она меня смотрит, говорит, пап, а ты что тут делаешь? Вот такое чудо, бог управил. Я не ставил задачу его найти, но вот так бог управил, и я его встретил там. Для меня это было, конечно, очень так значимо, потому что первый бой, если он идет, я его причастил с этими дарами и отправил в первый бой. Он пошел вперед, а я пошел в другие подъявления. Так вот, это было, для меня это было очень важно, очень значимо. Тяжело сына отправлять в бой, но с причастием святых даров. Да, да, я ведь, я ведь, почему я был вот, я просто был в восторге от того, что мне удалось его причинить, потому что я Христу его вручил. Ведь я ведь молился о нем, и знаете, вот я никогда так не молился, как молился о своем сыне, когда он пришел ко мне и сказал, что я иду добровольцем. Для меня это было такое событие, которое, ну, понимаете, вот с одной стороны, сердце оборвалось. Моя сыночка Кровиночка, который ни одного дня не живет в армии, ничего не умеет, ничего не знает из армейского, и он идет добровольцем на войну. Но и остановить его я не мог, просто морального права не имел. Я всех бойцов туда, всех вдохновляю, всех говорю, что надо, ребята, надо, давайте, парни, и сам туда еду. И сына я не мог не пустить туда. И вот такое больственное чувство было в душе. С одной стороны, мне так хотелось его не пускать, потому что он же ничего не умеет. И с другой стороны, я понял, что надо. И с другой стороны, я им гордился. И представляете, вот он пошел добровольцем, для меня это был просто такой шаг. Я горжусь своим сыном сейчас, что он пошел добровольцем, отвоевал, добросовестно отвоевал. Нет у меня к нему претензий. Он воевал там недолго, три месяца так получилось, потом ранение получил. Но он же воевал эти три месяца. Я когда вот, я просто опытно познал, что только отправляют сына на войну. И я когда здесь разговаривал с женщинами, которые мобилизованных ребят отправляли, вот, матери или там жены, да, и я видел, в каком они состоянии, как они плачут, рядают. Я говорю, и вот они приходят и говорят, вот как о них молиться, ведь они же там погибнут. Это важный вопрос, как молиться женщине. Я им говорю, да вы, что же вы их отправляете не на смерть, вы поймите, вы их отправите на жизнь, чтобы они выжили, чтобы они победили, чтобы они вернулись оттуда, живыми, здоровыми. Говорю, вы должны вот так чувствовать себя, что вы их не на смерть отпускаете, а на жизнь. Я говорю, молиться об этом надо, прям молитесь и просите, господи, сохрани его там, защити, спаси, помилуй, господи, сохрани его там на войне. Я сам так молился и так говорил, потому что, вы поймите, молитва матери о ребенке, выше этого вообще ничего не может быть. Эта молитва матери – это просто чудо. Молитва матери из таких передач, вытаскивали людей, что даже описывали, просто пристянуть невозможно. Или молитва жены о своем, а дети. Когда дети молятся о своих родителях, вот о своем отце, да вообще детское молитва – это чудо, понимаете? И вот когда ребенок молится о своем отце, я им говорю, так, дети, вот не смотри на маму, она неправильно понимает, а ты помни, твой папа живой вернется домой, тогда, если ты будешь о нем молиться и просить, господи, сохрани моего папу, приведи его домой с живого. И дети прямо у меня на глазах загорались, и я слышал, когда они чувствовали, что они начинают молиться. И женам, и матерям говорю, молитесь, чтобы Бог сохранил. Я когда-нибудь понимаю, война, понимаю, что там все бывает, но вы молитесь именно о жизни, а не о смерти. Я сам так молился, и Бог сохранился. Да, он получил ранение, но жив остался. Чем ближе к передку, тем ребята ближе к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok